Друзья, всем привет! Сегодня пятый выпуск моего видео-дневника про хиви-полеты. И сегодня снова снимаем футбол. Такая поляна необычная, достаточно на вид она маленькая. Что я увидел сразу в этом помещении, что здесь негде скрыться мне, какого-то уголка обустроить, в котором мне будет комфортно расположиться, подготавливать дрон и все прочее. Пока я готовился к полету, я понял, что в зале нету розеток, а ходить в раздевалку каждый раз не особо приятно. И вот там я вот сижу с оранжевым рюкзаком, и думаю, как бы в меня попали мечом. Ну и сейчас вы, конечно, наверное, спрашиваете себя, зачем я включил это видео, если на заставке была злость и ненависть, и разломая дрон, а тут полеты над футболом. Забегая дальше, переехав на другую площадку, я встретился с достаточно таким негативным отношением к дронам, и сейчас вам об этом расскажу. Хватило пробного полета, и я понял, что мне супер некомфортно так снимать, когда ты находишься под обстрелом мечей, когда помещение даже, ну, маленькое помещение, ладно, вот. Самое, что я заранее не уточнил, есть ли там на поле розетки. Вот, без розеток я не могу постоянно заряжать свои батарейки. Народ подтягивается, сейчас еще 5 минут подготовки, сегодня все на 5, пятый выпуск, 5 минут до сюда ехать от предыдущего места, и 5 минут до начала тренировки. Поехали. Понятное дело, что выбирая съемки в таких, можно сказать, экстремальных местах, когда много людей, когда есть еще мяч, который иногда спонтанно летает, вот, и всякого много факторов, потолок низкий, все равно я рискую, иду осознанно на риск падения дрона. Но, когда сталкиваешься с тем, что и от людей еще осознанно идет негатив, и вот сейчас вы его увидите, я летал над футболистами, и один из персонажей почему-то решил, ну, сложно сказать, шутку или нет, махать ногами. Вот, меня это, конечно, задезморалило, стало неприятно от того, что, ну, вроде все пришли поиграть, вот, ну, не очень приятно, вот, и я стал более аккуратно выше летать, чтобы в случае желающих махать ногами дрон был в безопасности. Где-то лучше шуметь. Честно, на нервы есть. Да? Я думал, сбить мечом, если честно. Забегая вперед, в следующих выпусках будет съемка в спортзале, в фитнесе, и там люди настолько приятно относились, махали руками, как-то позировали, что-то делали интересное, вот, потом после съемок подходили ко мне, интересовались, что это за штука, брали контакты мои, вот, подписывались на канал, и было прям очень приятно осознавать, что есть и другие люди, есть, которые негативно относятся, есть, которые относятся к этому с интересом, вот. Ну, такая жизнь, ничего не поделать, вот, надеюсь, что в дальнейшем мне будут встречаться только люди, которые хорошо к этому относятся. Ну, а мне остается кайфовать от полетов, вот, и стараться, ну, наверное, не мешать людям остальным своими съемками. Ну, на стадионах же тоже люди орут, в Узелы, вспомнить, там, чемпионат мира, когда в Узелы все орали, никто же не был против, правильно? Ну, такие условия. Вот. Поэтому, что, спасибо вам за просмотр большое, спасибо, что подписываетесь, встретимся в следующих выпусках, я буду стараться выпускать их все чаще и чаще, потому, что съемки у меня практически каждый день, вот, ищу возможность где-то в красивых местах полетать, чего и вам советую. Всем пока!